Всем привет! Вы на канале Футбол Лайф и сегодня в выпуске. Челси согласовал покупку марка Геу. Нью-Касл не собирается продавать Александра Исака. Юристы Мбаппе направили ПСЖ последнее уведомление. Монако сообщил, что Головид вернулся в расположение клуба в хорошем состоянии. Он не играл с апреля из-за травмы. Дуглас Луис пройдет медосмотр для Ювентуса сегодня. Контракт до 2029. Спартак и Классен расторгли контракт. Защитник провел 5 матчей в минувший РПЛ. Эриксон – лидер Евро 2024 по созданным моментам, их у него 13. Дебрюйна и Кадеоглу в топ-3. Турция и Чехия установили рекорд Евро по карточкам в одном матче. 16 желтых и 2 красных. Мамардашвили предотвратил 3,6 гола на Евро 24. Рекорд на групповом этапе в 21 веке. Англия – фаворит Евро 24 после группового этапа. Германия и Испания делят второе место у букмекеров. У Роналду впервые в карьере нет голов на групповом этапе Евро или чемпионате мира. Криштиану забивал на 10 турнирах подряд. Испания – единственная сборная на Евро 24, выигравшая все матчи группового этапа. Португалия нанесла 21 удар по воротам Грузии, у грузин – 7. Португальцы проиграли 0-2 и владели мячом 68% времени. Ребята, спонсором этого выпуска стала букмекерская компания 1xbet. В преддверии чемпионата Европы 2024 компания подготовила для вас лучшие бонусы, самые высокие коэффициенты и отличные бонусы за регистрацию. В общем, приходи по ссылке в комментариях и используй мой промокод. Грузия впервые в истории вышла в 1-8 финала чемпионата Европы. У Португалии 3 желтые за симуляцию на Евро 2024. 2 у Лиау, 1 у Нетту. Впервые на Евро у всех команд в группе поровну очков. У Румынии, Украины, Бельгии и Словакии по 4 балла. Аль Наср может продать Мане и купить Вингера Астанвиллы Диаби. Интер договорился о трансфер вратаря Дженуа Мартинеса за 15 миллионов евро с учетом бонусов. Месси – лучший левоногий игрок по версии 4-4-2. Марадон на второй, Ференс, Пушкаш третий. Спартак предлагает Виллиану Жозе двухлетний контракт на 1,7 миллиона евро в год плюс бонусы. Манчестер Юнайтед может продать права на название Олд Траффорд. Сделку оценивает в десятки миллионов фунтов. Бавария подпишет Олиссе за 60 миллионов евро из Кристал Пелос на этой неделе. Шанхай Слуцкого продлил серию без поражения до 18 матчей. 14 побед и 4 ничьих. Астан Вилла отклонила предложение Тоттенхэма о покупке полузащитника Джейкоба Рэмси. Зная о том, что из-за ситуации с финансовым фэрплей Вилле нужно кого-нибудь продать до конца июня, Тоттенхэм выдвинул свое предложение о покупке Рэмси в размере 20 миллионов фунтов плюс Джованни Лочельса. Однако в ответ последовал отказ. Как сообщает The Times, Вилла оценивает 23-летнего англичанина гораздо дороже 50 миллионов фунтов. Что касается своих проблем с соблюдением правил ФФП, то Вилла надеется их решить, продав Дугласа Луиса в Ювентус и Омари Келлимана в Челси. Рэмси является продуктом Академии Виллы и в сезоне 22-23 совершил 13 результативных действий в Премьер-лиге. Минувшую кампанию Джейкоб отыграл неудачно, лишь забив один мяч и отдав одну голевую передачу. И значительное время провел в лазарете. Челси достиг принципиальной договоренности о приобретении нападающего Барселоны Марка Гиу. Как уточняет BBC, Челси согласился выплатить отступные в 5 миллионов фунтов по контракту Гиу с Барселоной. Теперь 18-летний испанец направляется в Лондон, где синие уже запланировали медобследование для него. Барселона пыталась предотвратить уход Гиу, предложив тому новый контракт. Однако, после недели переговоров с агентами Марка, Челси удалось убедить юниора продолжить карьеру в Англии. Гиу известен тем, что забил спустя 23 секунды в своем дебютном матче за Барселону против Атлетику в 2023. А всего Марк отличился дважды в 7 матчах минувшего сезона. BBC добавляет, что Челси сразу собирается сделать Гиу членом первой команды. Однако, это приобретение не будет помехой приглашению другого нападающего этим летом. Челси сделал запрос на счет нападающего Нью-Касла Александра Исака. По информации Daily Mail, Челси обратился к коллегам из Нью-Касла и выразил желание приобрести Исака в это трансферное окно. Однако, для того, чтобы заполучить Александра, Челси придется обновить свой трансферный рекорд, который сейчас установлен на отметке в 115 миллионов фунтов, заплаченных Брайтону за Мойзеса Кайседа. Исак очень ярко открыл минувший сезон, забив 25 голов, чем значительно увеличил свою трансферную стоимость относительно тех 63 миллионов фунтов, за которые Нью-Касл приобрел игрока у Риалса Сьедат. Вообще, Нью-Касл не заинтересован в продаже Исака и хочет заключить с 24-летним шведом новый контракт. Однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо, Челси не собирается покупать форварда, потому что считает его трансфер слишком дорогим. По той же причине, Челси не работал по трансферу Майклу Олиссе и Ника Уильямсу. Неназванный клуб Премьер Лиги решил составить конкуренцию Манчестер Юнайтед в борьбе за полузащитника ПСЖ Мануэля Угарте. Накануне появлялась информация, что Юнайтед заинтересован в Угарте, который лишь год назад был приобретен ПСЖ у Спортинга за 51 миллион фунтов. Французская пресса даже утверждает, что Юнайтед выдвинул стартовое предложение по 23-летнему уругвайцам, которое было немедленно отклонено. По информации iSport, Юнайтед действительно хочет заполучить Угарте, но никаких предложений пока не делал. Вдобавок Красный Дьявол рискует столкнуться с конкуренцией других клубов, включая еще одного представителя Премьер Лиги. ПСЖ открыт продажи Угарте, который отметился 21 появлением в старте в минувшем сезоне Французской Лиги, но хочет вернуть свои инвестиции в игрока. Хави Симмон склоняется к переходу в РБ Лейпциг, а не в Баварию. По информации Bild, сам Лейпциг хочет купить полузащитника ПСЖ, а не продлевать аренду. Парижане не хотят продавать игрока летом, поскольку в таком случае они будут вынуждены передать ПСВ около 10 миллионов евро. Есть вероятность, что между немецкими и французскими клубами будет заключено арендное соглашение с опцией выкупа Хавбека зимой. Если Лейпциг решит выкупить Симмонса у ПСЖ, то будет должен заплатить рекордную для клуба Сому. В настоящий момент самым дорогим трансфером для красных буков является подписание Лои Апенде за 40 миллионов евро. Если сделка не будет оформлена, Бавария может вернуться в борьбу за 21-летнего футболиста. В минувшем сезоне Бундеслиги Симмонс провел 32 матча, отметившись 8 голами и 11 результативными передачами. Юристы Киллиан Мбаппе потребовали от ПСЖ погасить задолженность перед форвардом. Ранее стало известно, что ПСЖ с апреля не платил Мбаппе зарплату и бонусы. Общая задолженность составляет около 100 миллионов евро. Напомним, Киллиан не стал продлевать контракт с клубом и перешел в Мадридский Реал свободным агентом. Как передает ESPN, ПСЖ по-прежнему не выплатил Мбаппе зарплату за период с апреля по июнь, а также бонусы за февраль. Клуб считает, что Киллиан согласился отказаться от части положенной ему суммы, чтобы смягчить последствия своего ухода, однако соглашение не было оформлено в письменном виде. По мнению футболиста, договоренность утратила силу в связи с тем, что количество его игрового времени сократилось после того, как он в феврале сообщил руководству о желании уйти. Сообщается, что юристы Мбаппе направили ПСЖ последнее увиновление с требованием погасить задолженность. Клуб, в свою очередь, не намерен удовлетворять требования форварда, так как недоволен его публичным заявлением после ухода. Не исключено, что стороны должны будут решить вопрос в судебном порядке. Спасибо за просмотр, это были все самые свежие и последние новости к этому часу.